Субтитры делал DimaTorzok 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 It'll be memorable DimaTorzok The knockout artist Now here's a man who Had so many high hopes Laid upon him So many expectations The first moment he steps foot on NXT And it finally seems like Caçyza is realizing his potential One of the best strikers in the game And also brutalize you with incredible technique Caçyza Ono is a cutout human being Почему, собственно, неверно, что он будет первым, хотя думаю, что он будет первым просто потому, что на TakeOver WarGames 2, где, собственно, уже был их матч, Мэтт Риддл сразил Кассио Солона после первого же приема, а точнее, колена, можно сказать, даже бегущего, байсикл колена, да. Почему именно байсикл? Потому что ему на финишер поставил как... Ну, там было два GTS. Вы, кстати, если знаете, кто такой Мэтт Риддл, вообще следили за его инди-карьерой, можете сравнить, похож ли выход хоть относительно, музыка там, вообще стиль его, потому что за те... Сколько? Три секунды Мэтт шел? Я его не успел распробовать, очевидно. Но вот на финишер вместо GTS-18, как он сейчас называется, который Хидео Уитами проводил у меня в одиночном юниверсе, вы этого не видели, но я... Это на GTS не особо похоже, который вот я и представляю GTS, я представляю Сиэмпанновский GTS, ну, хотя это все Хидео Уитами придумал, но вот именно как Сиэмпанк проводит GTS, а сейчас GTS, который именно 18, он более такой извращенский, то есть там не на плечи берется, там как-то через шею и чем-то даже на Кодбрейкер больше похоже, чем на GTS. Я убрал этот GTS, у него 2 GTS, как раз-таки Сиэмпанковская, и вот вместо вот этого странного GTS я поставил как раз-таки Bicycle Knee from the Corner, так что посмотрим, насколько Мэтт Риддл хорош. А почему я не думаю, что он будет первым, потому что сейчас же противостояние вроде как развилось, это чуть ли не самый долгий фьюд из тех пяти матчей, которые у нас будут, но он идет аж с прошлого WarGames, потому что все остальные матчи вроде как были по ходу и между WarGames и вот Фениксом. Но я не буду это утверждать, но по-моему, да, это самый Сиэмпанк фьюд, и возможно его как фьюдный матч, и как низкорж за 3 секунды не буду ставить в начало, а возможно пропустят вперед командники, просто потому что матники всегда почти что начинают основное шоу, и даже в NXT UK такое было, где 4,5 мельцер поставил, я бы не согласился с этой оценкой, но кто я такой, чтобы спорить с мельцером. И да, Мэтт Риддл, который в красненьких... У него, кстати, стиль минимализм у него, знаете, вот реально он прям минимальный, минималистик, у него всего лишь 4 буквы, у него, ему, видимо, в пазл было писать полностью суплекс, ему написали сплакс, возможно, даже не суплекс, если вы знаете Мэтт Риддл, напишите, как это расшифровывается, и напишите, это вообще тот ли Мэтт Риддл, может, я вообще не того скачал, и тут делаю вид, что не похож, что на самом деле это не он, хотя вроде и похож. Так, а сигна у меня я уже забыл, какая на самом деле. В углу и вторая какая-то есть, в углу и не в углу, очевидно. Ну, давайте бабахну, который в углу, или на бегуме. А, давайте, на бегу, ранен не как раз-таки. Прямо премию командиум Райана. А вот и тот финиш, который я ему послал, просто потому что память о Wargames 2. Нет шансов, говорит Мэтт Риддл, и колено, бомбическое колено. Кстати, похоже на самом деле, очень сильно похоже на тот момент, потому что Кассиусон такой, чё, чё, и на тебе колено в лицо. Только у него лицо от этого не разбилось, а сейчас разбилось, вот так вот. Просто уничтожен, уничтожен. Значит, раз, это будет конец, раз. Два, три. Я думаю, реальный матч... Да, кстати, как вы поняли, я поставил на Мэтта Риддла в этом матче. Я думаю, реальный матч будет всё-таки подольше, потому что опять-таки Фьюд их развивался. Кассиусона, Мэтт Риддл, возможно, у них будет полноценный матч, который может быть очень даже неплохим. Но, опять-таки, сейчас Мэтт Риддл это почти, можно сказать, первое полноценное появление на тейк-овере. Ему нужно дать толчок в виде победы, а Кассиусона-то от этого не убудет. Ну, кому вообще нужен Кассиусона, к сожалению. Ну, вот, молодец, что Мэтт Риддл. Поздравляем его, этого, бро, с победой. Бро, молодец, бро. Бро, бро, бро. И, если что я знаю, по-моему, Мэтт Риддл в NXT. Надеюсь, он на Феникс покажется гораздо лучше, и просто мы скажем, ну, это будущее ДАВУ-ДАБЛЫ. Хотя, скорее всего, даже будущее ДАВУ-ДАБЛЫ становится будущими джобберами ДАВУ-ДАБЛЫ. До свидания.